Интересный факт. Она во время Второй мировой войны спасла одного чувачка. Он такой хорошенький, не могу. Она нам звонит в домофон. Собака звонит в домофон. Всем привет. Недавно у нас проходил конвой. Все шло как обычно, но в один из моментов к нам зашел маленький мальчик 7 лет. Как часто это бывает, дети ведут себя очень неадекватно, и в чате, и в игре они получают баны. Но это совершенно другой случай. Настолько другой, что всем, кто был на стриме, этот мальчик понравился. И мы решили, что данный рейс достоин отдельной вырезки на канале. Всем, кто пропустил, рекомендую посмотреть это видео. Это редкий случай, когда ребенок в конвое стал очень забавным и милым участником движения. Я не слышала, вы представляете... Леш, я надеюсь, тебе не обидно, что я на этом акцент сделала. Просто это наоборот прикольно. Да негде. Наоборот, приятно, что меня хоть как-то комментируют. И ничего страшного. Что за меня уже ответили? Мне даже как-то приятно стало, что меня начали комментировать. Хорошо. А у тебя какая модель сканер? Сканер S. Самая дорогая. Не, знаете, я вообще офигевала на сколько они офигевшие. То есть, сканер 14 уровня моментально стоит уже 200 тысяч. Знаете, я когда думала о сканер, сразу приходит в голову, что это пацаны, которые едут со сканер, ну, там уже за 200 тысяч мажор они. Так, сейчас все, едем по делу, только хорошо, говорим по делу, везем груз. Конвой 8 плюс. Просто вау! Ну, пусть хоть маленький человечек кайфанет с нами прокатиться. Я не могу. Он слишком милый. Едем по делу, говорим по дороге. Да-да-да. Ой, мы в Гамбург сейчас поедем. А вот что-то все так далеко. А, это я чиниться уезжала, господи. А можно обгонять другого участника дорожного движения? Обгонять участников дорожного движения без спрашивания, без вопроса нельзя. Если ты хочешь обогнать, ты сначала спрашивай. Если он не против, ты его обгоняешь. А вообще, мы едем друг за другом аккуратно. Микро-челик. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Мы сейчас просто заедем или где-то сейчас куда-то заедем и там встречаемся? Так вы уже груз должны были давным-давно взять. Ну, я чуть-чуть подолговал. Мы едем в Гамбург. Но я стал на камушке. Едем, мы как-то все далеко не конвоем. Так, я набираю группу в детский сад. Кто со мной? Кто ко мне? Да ладно, обычный ребенок, но он адекватный. Я не хочу бы гонять маленького человечка просто лишь потому, что он маленький, понимаете? Да, он сам по тебе пою. Ну, раз ты в конвое, тогда езжай. Вот. Ты просто, я не хочу, чтобы вот у маленького человека сформировалось даже из-за меня какое-то отношение к миру, что раз ты младше, то ты чем-то хуже, и ты, значит, тебя отвергают сразу просто по возрастному признаку. Я не буду так делать. Вот если он начнет, знаете, там, всячески бесовствоваться, да, и плохо себя вести, тогда да, тогда за дело. А просто потому, что он маленький, но это нечестно. А то он, вот он так и будет расти, и думать, что, блин, я мелкий, меня будут отовсюду выгонять и отвергать. Всем можно, всем можно. Всех забираю, всех к себе. Если я сейчас ставил, соответственно, все за ним стоят. Вот, кто едут, знают, если они попадают на красный, они едут дальше. Вы что-то все в разных местах. Давайте догоняйтесь скорее, мы уже поехали. Груз берите и вперед. Не, я планирую, у меня манжи, он быстро гадут. Я сейчас возьму груз, он моментально у меня долетит, поэтому можете не донировать. Доганю, так сказать, вас. Я не могу, он такой милый, господи. Нет, я не понял, зачем вообще все залезли, в СТО тэпнули, если все порядка подчинится нам было. Кстати, да, они все за мной тэпнулись на СТО. Я, главное, когда груз взял, смотрю на карту, там никого нет, у всех другой компании речь, потому что я груз не тот взял. У меня два, пожалуйста. Какой вопрос, ой, простите, какой вопрос. А как можно стать модератором, либо только твои близкие друзья могут стать модератором, как двое? А, ну пока модератором никак не стать, мне пока модераторы не нужны. Жаль, жаль, жаль. Просто я полстрима тебя смотрел. Я хотел тебя, это, к тебе присоединиться, но забыл пароль. А уже все присоединились. Я потом сижу такой, ну, груз на мне. Потом, я потом сидел в ютубе, ждал, пока вы отвезете груз, ну, и потом к вам присоединимся. А там сейчас, если честно. Я две недели ждал открытого конвоя. Ой, ну и хорошо. Он такой хорошенький, не могу. А, Ром, ну сколько на конвою можете? Да, все правильно. Мы груз вместе отвозим, потом вся группа выходит и заходят следующие желающие, потому что много тех, кто еще не катался. Ой, я не могу, такой хороший. Я подписался с двух аккаунтом на тебя с колокольчиком. Кстати, я Максима, который был в чате, который спрашивал тебе, еще долго планируйте-ка, двой. Не так счастлив, если честно. Ну и хорошо. И давай только там нас догоняй, мы уже почти уехали. И все остальные, раш, вон, спирит. Да, ежик, да, да. Не, я постараюсь вас догнать, потому что я буду проезжать на красный этапе. Если я не буду нарушать правила и не ехать на красный, я такими темпами доеду только до вас через пять лет, как минимум. Ой, такой хороший, простите. Ой, я так, я что-то так умирилась с него, вообще не могу. Так, сейчас только нужно немножко осадить, потому что очень много говорим, сейчас я ему об этом скажу. Ой, это он что-то орет, орет. Ну да, дети, все такое, то можешь спокойно выйти, ты в любой момент можешь присоединиться. Так, сейчас, сейчас пока что мы молчим, все играем в молчаночку, хорошо, ждем, когда все доедут. Больше всех говорить может модератор, да, модератор это у нас Алекс Дунаев, он будет нас вести. И если вдруг кто-то будет его перебивать или очень долго говорить, он забанит того, кто очень много говорит. Поэтому давайте немножко снизим количество разговоров, хорошо? Хорошо. Ой, такой хороший мальчик, маленький, не могу вообще. Все, Аня. Сейчас Лиза забанит. Ой, я не могу, когда вот такие милые детки заходят, я думаю, господи, какой хороший вайчик, маленький. Я вообще... Так мы... Я перевернулся, ну... Я еду, ну, блин, я перевернулся, отвлекся. Ой, значит, Раша и... Сейчас, у Кири просто вылетают постоянно. Ладно. А вот Раша и кто-то там у нас еще был. Испири-то я тогда выгоняю, потому что мы вас ждем сколько времени, вы нам ничего не говорите и не едете. Очень долго ждать? Я пытался говорить, потому что вот молодой человек, маленький, постоянно говорил, я говорил, что я цепляюсь, я цепляюсь, я цепляюсь. У меня цепка стоит стрелая. Так, а долго нам тебя еще ждать тогда? Я Лиза, я догоню сейчас. Хорошо, Араш что-нибудь скажет нам? Ой, да я так умилилась вообще, вообще-вообще. Так. Ну... Ничего себе здесь случилась авария из-за Маджора. Ничего себе, так сказать. А, нет, здесь не авария, здесь и авария, и пробка. Понятно, понятненько. И авария, и пробка. А тебя как зовут? Леонид, это я чутка имена. Леонид, а тебе сколько лет? Ну, сказать правду, либо неправду. Ну, правду, конечно. Мы тут как бы все серьезные люди сидим. Семь. Ну, в сентябре будет восемь. А, ну я далеко не ушел. Я не могу, простите. А мне можно? А сколько тебе лет? Боже, да. Семь лет. Да, я на ваше лицо. Да, да. Да, все хорошо. Так, давайте потихоньку поедем. Все остальные нас тогда потихонечку догонят. Вон, вижу, спирит и Кирио едут. Ну, значит, мы, ну, давайте километров 50 пока едем, а не когда приблизится, немножко ускоримся. Леша Дунаев впереди, ведущий. И много не болтаем. Спасибо, тетя Лиза. Да, да, да. Пусть они на карту поглядывают, потому что у меня собственный маршрут проложен. Ну да, согласись с собой. Вообще, я даже забыла, как разговаривать такой хороший. Кстати, при... Специальном... Короче, я плохо езжу в евро-траке, поэтому извините за мой опыт воздействия, я иногда буду тупить. Это я, вообще, меня писал сейчас. Нормально, я такая же. Тупить можно, убивать никого нельзя. У меня просто младший брат, ему два года, он такой сладенький мальчик, хороший. И вот когда вот еще какие-то вот эти вот маленькие дети, я думаю, боже мой, какие вы все милые. Наверное, потому что у меня вот младший брат с сестрой, и я с ними как бы часто много времени провожу. Я его агу вообще просто. Почему мы по Лешиному маршруту едем? Ну, вообще, у нас региональные дороги. Ну, и в целом, просто вот он ведущий, он маршрут проложил, вот мы за ним и это. Едем. Объясните свою маленькость. Ой, у меня аж скулы свело. Ну, пафос, нет, нет. Ну, и интересный факт. Ну-ка. Видите, на всяких там телевизорах, в остановках, они, создатели, размещают там портреты либо евротрака, либо мэроконтрака, симулятора. Я, если честно, иногда бы афигеть от этого. Ого. Главное всем пока я на Ютубе буду сидеть. У меня что-то сегодня и как бы вот подлица эту, и, короче, я переборачиваюсь постоянно, не знаю. Ладненько. Ой, Пётр, посибочки, большое. Зря вы так по замореженному мулену Москва последние слезы льет. А кофе они еще не знают, что она жирнее в три раза. Пока. О, я пробовала, знаешь, жареных карасей. Вот это было вкусно. Это было хорошо. Посибочки, большое. Спасибо. Ну-ка, я не вижу вашего удивления в чате. Андрей, спасибо. О, привет. Привет, а ты что пришла сюда? Ты колбасу чувствуешь? Собака такая. Да. Ай, да. Ну, у тебя свои вкусняшки есть. У тебя свои вкусняшки. Я тебе после стрима отдам, ладно? После стрима. Не сейчас. У меня есть вопрос. Какой вопрос? Вы так удивлены, я тоже. Как тебя можно называть? У меня есть вопрос. Что бы ни путать. И не говорить как другие имена, названия. Как ты можешь себя... Ну, как ты говоришь другим? Как тебя называть? Ну, просто Лиза. По имени можно меня называть. Понял, просто я почему-то спрашивал вопрос в Занде, потому что... Это на место. На место. Можете меня как угодно называть. Или он, и там как угодно. Главное, чтобы не оскорбление. Ой, ну, конечно, тебя никто оскорблять не будет. Ты что? Все хорошо. Не, ну, это надо познакомиться с такими офигенными друзьями. Я удивляюсь. Те люди, которые дружат с людьми, которые, как бы, тебя, скажу, плят, еще там, толстота. По имени, так сказать. Да то плохие люди, ты с такими не общайся. Не, я с ними не общаюсь. Так, мы пока едем медленнее, но пока что количество разговоров в рации снижаем. Это вдруг модулятор не успеет сказать. Леша, кстати, на заправку надо будет заехать. Меня Лиза зовут. Называйте меня как хотите. Ты обработал? Называйте меня как хотите. Нет, Коля, пожалуйста. Но вообще Лиза я, да. Вдруг-вдруг не знали. Леонид. Сампер, да нет, нет. Ой-ой-ой. Сегодня мы в режиме конвой. Казак, привет. Привет, привет. Карма Тюмени. Ладно, чтобы хитрая. Потима. Что, какая вроде вы желтая, да? Поехала. Ну, я в этой ракете. Чего, Вова? Да, я замечал, я удивился. А Феникс, ты не в бане. Ну, Бера, хорошо, езжай в Стамбул. Леонид, раз мы не занимаем. Ладно. А у него энергия, у Лёни энергия прям прёт. Я тогда буду задавать вопрос, то есть вам говорите у меня вопрос. Если вы говорите да, либо нет, если нет, я не задаю вопрос, я солидарно задаю, задаю. Ладно. А ты можешь большинство вопросов ещё написать в чате, когда выйдешь из конвоя, чтобы я точно заметила. Ой, Ехим, прости. Вы не в бане, Феникс, всё нормально. У меня кошка так мурчит, и через наушники смешу. Ничего себе. У меня собака, она, знаете, у неё есть такое отличие между собаками. И угадайте, как у вас. Да, она тоже мурчит. По части да, по части нет. Ну, нет. А что? Она, когда к нам доставляют еду, либо что-нибудь, курьеры, она нам звонит в домофон. И она лает. Типа, кто это, кто это, это что, грабитель, кто это. Ого. Ой, не могу. Я китай, ничего. Ничего себе. Вот это у тебя собака. Охраняка. Так ещё в чём прикол, она английский какой-то там, ну, английский какой-то там, ну, какая-то там порода собак. И, кстати, интересный факт. Она во время Второй мировой войны спасла одного чувачка. Он, там, что-то с ним случилось, и она ему помогала в чём-то. Там, что ли, еду давали бы что-то там. Ну, короче, сделала что-то очень важное. Подожди, твоя собака во время Второй мировой войны? Не, ну, это их по-моему-то сделала. Она такая маленькая, пузыщенькая, постоянно спит просто. Такая ей уже два года, и нам её подарили, потому что у нас есть знакомая. У неё там, по-моему, две собаки там. Две собаки. И она, 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 она как бы, да, блин, она из них, она очень старенькая, продела ребёнка, собаку. И нам её дали, типа, забирайте, как подарок. Мы её не хотим. Мы её забрали, конечно, такая маленькая и миленькая. О, я обожаю детскую непосредственность, вот эту. Ага, ага, понятно. Блин, крутая собака. А у вас есть какие-то там дискорд-серверы? А, эээ, дискорд-серверы? Нет, никаких дискорд-серверов нет. Блин, я отрывал мнение вот на такой казах. Блажечки до слёз. Ещё раз повтори. Стримы по ЕТС проводятся часто довольно. Конвой минимум раз в неделю по мультиплееру, либо в режиме конвой. Вот. Просто следи за обновлениями на канале и точно не пропустишь. Ну и хорош, ещё 440 километров нам разговаривать. А в пятницу по выходным? Да, я сказала, что вы. Хорошо. Вы слышали, воскресенье по будням? Да. Да, Серёжа, будет-будет. Голосовых донатах нет. Господи, до слёз. Собака, мне надо больше думать. Клауд, вообще. Кто на какой короткий передачу играет? Я без короткий, потому что я на доутбуке. Хотя хочу я... У меня скоро день в доме. Я хочу... Это... Так, пока что рацию сильно не засоряем. А то вдруг у нас модератор ничего сказать не успеет. Пока что давайте 5 минут мы не болтаем. Хорошо? А то вдруг пропустим. Вот сейчас нам, например, прямо надо ехать, а не направо поворачивать. Тогда кто-нибудь из вас заседите тайных на 5 минут. И когда все перестанут молчать, чтобы поняли, когда можно будет разговаривать. Ну и он скажет в рацию. Я таймер поставил. Всё, начинаем. Хорошо. Простите, я не могу. Я не думала, что меня так рассмешит ребёнок. Таймер. Вы таймер поставили на 5 минут? Боже, детская непосредственность это просто что-то с чем-то, я не знаю. Он реально смешной. Так как главное, вы вот слушаете, какой мальчик-то хороший. Он не ругается, он ехать старается аккуратно. Он такой весь так всё это. Вопросики задаёт. Такой, а можно вопрос? Ну такой вот реально чистой души ребёнок. Это же вообще. Он очень смешной, но просто для нас с вами. Потому что, что раз ребёнок, он такой вот, ну, смешнючий нам кажется. А если вот так вот посмотреть на эту ситуацию, то вы посмотрите, какой хороший малыш-то. Культурный он какой, он какой воспитанный. Он как старается-то, он как со всеми общается. Рассудительный такой, общительный, вообще хороший какой. Я надеюсь, он если будет пересматривать запись стрима, он не подумает же, что мы над ним смеёмся. Наоборот, от того, что очень весело. Поэтому, Лёня, если будешь пересматривать запись стрима, ты молодец, хороший. Так вообще, бывают такие, что вообще сразу хоть выгоняй. Ой, ну как главное, мы таймер ведь засекли. Как я там осталась по таймеру? Вы можете остановиться на обочине? Пожалуйста, я вас вообще не догоняю. Вот у меня порой есть. Мы останавливаться не будем, мы можем просто ехать помедленнее. Да-да. Не, ну уедьте, пожалуйста, я вас умоляю, ну 10-20 км в час. Ну, ну что, у меня грузовик 90 км в час максимум, я вас такими дампами догоню, как к 2030 году. Смотрите, в настройках можешь снять ограничитель скорости, и ты будешь быстрее ехать. Мы будем ехать 40. У меня и ладно. Вот, мы будем ехать помедленнее, и ты успеешь догнать. Если я сейчас, не, если я сейчас догоняю спрайта, либо сприта, короче, извини, ну 999 буду тебя называть, ну такими дампами я вас догоню очень быстро. К 2023 году? К 2023... А, нет, извините, забыл, я хотела сказать, что к 2030 году. Ой, мы тоже очень счастливы, что ты к нам зашел. Правда-правда. Девочки, я плачу чуть-чуть. Вот ребенок-то вот, вот ему счастье какое, просто в конвейзерке. Такие герои, да, получается классно, ну потому что, да, никто не снимался нигде, то есть я буду лакать, просто прекращу, я заикаюсь. К моему счастью тоже нет предела, потому что у меня ущерб побольше. Да ты не плачь, все же хорошо. Наоборот, молодец, что смог зайти. Ну, в чем я еще счастлива, то, что я еще хотел после того, как в первую рамку вы играли, ну, прям, когда начался, я хотел зайти, но у меня не получилось, к сожалению. Типа, я зашел только после того, как вы поиграли с ребятами, которые зашли, зашли короче, и я счастлива. Я звезда, получается, семьи и класса, и вообще всех моих друзей. Блин, я сделала человека звездой семьи, класса и всех друзей. Лида, в каком-то городе живешь? В столице ты или это живешь? В каком-то таком городе? Тюмень. А почему? Как думаете, может вырезать этот груз и как отдельный ролик на канал выложить? Поднимать настроение? И уже у меня в голову сразу приходит вместо Тюмени дверь. А-а-а. Нет-нет, Тюмень. Привет-привет. Ну да, я вспомню. Всем большой-большой привет. Если вдруг какие-то вопросы я пропустила, задайте, пожалуйста, в чате еще раз. Знаешь, с одной стороны, мне кажется, что суровая Россия. Ну, если бы ты сказал себе их мапс, я бы сразу ответил себе их мапс, потому что, ну, она больше. Это ты хороши. Знаешь, мне кажется, что мапс больше. Ой, да хороши. Ну, либо... Я, короче, не знаю ответа. Ну, скажи мне. Да, логичный, полностью обоснованный ответ был, да. Поддерживаю. Так какой был ответ? А какой масштаб там? Просто я слышал, что там масштаб больше, правда. Я не знаю. Я только эксперт по лизиным видео по, эээ... По, эээ... По, эээ... По, эээ... По Марио Мапс. Я ещё недавно смотрел, как ты каталась на автобусе каком-то, по Марио Мапсу. По... По... По какой-то там модели. А в суровой России масштаб карты один к одному. И если ты возьмёшь груз на пятьсот километров, то ехать ты будешь эти пятьсот километров как в реальной жизни. Вот. Я как... Я как помню, двенадцать часов евротраке во мравый контракт занимает по тридцать минут. Эээ... Эээ... Ну... Там... Леонид его зовут. Писот километров как реально, я, если честно, в Афиге. Я ещё помню, попадал на поезд... Казак. Повтори, повтори. Название комнаты... Я посмотрел минут десять. Мне вот не нравится с одной стороны суровая Россия, потому что... Эээ... Лучше дайте мне Сибирь Макс. Я лучше... Я люблю Марио Макс и Сибирь Макс. Вот своё мнение есть у человека в семь лет. Вот молодец. Ну и хорошо. Эээ... Название комнаты Лиса, так же как название канала. Пароль восемнадцать шестнадцать. Почти тебя догнали. Убью меня, там этот хоро подкинет. А Серёжа неважно. Хе-хе-хе. Это кто так говорит? Не, это не говорит. То есть так... В таком смысле встаёт нам, короче, маленький минивэн. Какой-то там... То ли Кия, какой-то вино, что ли. Ага. Либо Шкода. Я уже будусь в автомобилях. А-а-а-а! Зачем так кричать? Извините, пожалуйста. Простите, птица в окно залетела. Вот правильный ответ, Лиза. Залетела в закрытое окно птица. Правильный ответ. Логически. Даже я бы так сказала. В зат... Убляж, чей-то было. Убляж, чей-то было. Убляж, чей-то был. Кому какие большие танки нравятся? Сибирь-мапы, суровая Россия. Конвой называется Лиза. Так же, как название канала. Промод-стоп. А я люблю плакать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И я ещё такой захожу сейчас на страничку стрима твоего Лиза и пишу хэштег «Я люблю I love you плакать». Не... Не-хэ-хэ. У-у-хэ. А чё ты не зашёл туда намного? Ни-ничего тебе! Здесь стоит NPC?.. Он погонул сейчас, просто сейв такой, типа, ну извините, я попал не в какую аварию. Невероятно! Вау! Не, ну, я удивляюсь ботам их IT, потому что знаете что? Что-что, ну-ка, ну-ка! Что? Я еду, короче, и они, то есть я еду на шоссе, а там же линия укорочена, ну как, ты выезжаешь и все, до свидания. И я не устала, и я хотела в левый, это, в левый ряд встать, но у меня нельзя, потому что там едет рядом машина. А у меня габариты большие, и знаете, что он делает? Ну-ка, что он делает? Он меня! Я еду на полной скорости, он в меня так поворачивает, типа, это моя главная дорога, уступи мне! Ой-ой-ой-ой! Ну вообще бессовестный, и туда его! Твой двоечку надо прописать. А ты... А ты так умеешь? Вопрос риторический. Я не знаю, я умею или нет, я твоих способностей сомневаюсь, вот, наконец-то. А я иду с поворотником. А ты во что-то кроме Евротрака, например, играешь? Прикиньте, ездит бот, и он на меня начинает выруливать. Кроме Евротрака, я играю в Амэрлитон Трак. Еще я часто поигрываю в CSGO, я здесь писал в чате, это не заметила. 9996 приедем, и я еще играю часто. Ну, а как ты хочешь сказать, ну как ты говоришь? То есть, какие у меня есть игры, либо в какие я часто играю? Ну, просто вот твои любимые, в которые ты играешь. Ну, моя любимая это Евротрака Верлика и CSGO. Еще моя любимая это City of SkyWise. И еще моя любимая игра, сейчас назову, а я забыла, какие у меня еще есть игры. Есть еще такая игра про ограбление банков, называется Payday 2. А, Payday. Ага, ну, хороший наборчик у тебя. Где он живет, я спрашивать не буду, потому что все-таки ребенок сейчас как вплоть до адреса назовет. А как я, то есть, приобрел в своем инвентаре Steam'а Американ Таран. Угу. О, и зону ли. Конечно, я же пью Клюан Данк с Кюрсви, такой с Кюрсви. Я так прям, мумма миа. Ну, я включу режим француза, я не знаю, в чем они отличаются только языками, наверное. Ну, и все. А-а-а. Ничего я не поняла, если честно. Ну, и история еще одна. Да, пока что комната 8 из 8. А у меня есть вопрос к тебе, били-зам. А какие у тебя есть хобби? Помимо YouTube'а, это мое основное хобби, я люблю собирать румбоксы. Румбокс, это такая модель дома, где нужно самостоятельно собирать все до малейших деталей. Диван, холодильник, другая различная мебель. Собирать, клеить книжки, например, и прочие детальки. Я все это собираю, потом собираю это все вместе, и у меня получается такая небольшая квартирка, либо домик. А я скажу свои любимые вопросы. История, география, культура, иностранная математика. И я сказала, и страны, и все. Это ты любишь учиться, получается? Тебе школа нравится? Ну, знаю, с одной стороны, шесть уроков, где ты сидишь и совсем повторяешь под пять тысяч миллиардов, сексиллярдов, макмиллионов, гугол, раз, это уже надоедать. С другой стороны, это хорошо, потому что ты думаешь, что улыбаешься, улыбаешься. Ну, одними словами, мне наполовину нравится эта школа. Ой, ты молодец, молодец. А можно минус глаза сделать? Че, че, че? Дизель? Можно минус глаза сделать? Счасть. А, Казак, на самом деле довольно забавно. Ой, ну меня сейчас я подержу, у меня сейчас голова обмармутся. Между прочим, можно было бы предупредить, чтобы делать минус глаза. Профик, я думаю, да. Так ты же сам попросил. Не, без разницы, я просто постоянно тяжу в темницу, ко мне заходит папа, либо мама, и думают, ой, 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 что у тебя в темнице здесь, я говорю тебе. Вы издеваетесь? И они открывают строку, а там вообще солнце, солнце. А в чем минус, почему я сижу закрытым? Потому что пыль, пыль на компьютере. Я уже два раза за один день, мне за два, помыл компьютер. Потому что я сижу в солнечной панели, в комнате под названием, поэтому, как бы, я и сижу в солнце закрытым. Не, бывает, я открыла, конечно, она немножечко. Ты сидишь в солнечной панели? Не, ну когда заходит мама, либо папа, тогда я сижу в солнечной панели. А когда они уходят, я включаю режим ябанпи и чуть-чуть открываю строку, и я это открыла полностью. Не люблю, когда там будет комнат, либо вот, открывать на всю вот строке. Я еще помню, как я спрятала, когда было лесо. Мы же еще недавно переездили, годик назад. И у меня не было, что это был такой ад, на меня светило в шею. Компьютер никогда не было видно. И мама, знаете, что делала? Ну-ка, ну-ка, что, что? Она приклеивала, что ли, что она там делала. К нам же приехала там, ну, там у нас приехала какая-то фигня. Я не помню уже, что за фигня. И она, там уже остался рисунок. Ну, как, нифига себе, прикиньте, уходят под текстуры. Да, не так вот. И она, то есть, приклеивала бенопласт. Я сидел, через минут 10 я отваливала. И я такой, мама, что за ад? Блин, какой-то странный конвой, конечно, у тебя лизит. Я считаю, шикарный конвой. Нет, знаешь, просто NPC как-то везут не в себя. То проваливаются под текстур, то просят тебя задавить, то на друг друга заезжают на карину друг друга. И нюхают друг друга, я в кавычках. Я не понимаю, что за ротбит такой странный. Я согласен, что на войск. А можно тебя 999996 обогнать? Леваш, я хотел спросить еще там, с тобой все в порядке? Я дум... Да, я весь потнан и правда, и горячий очень сильно, потому что когда я переживаю, либо о чем-нибудь там, я постоянно горячий очень сильно. Леваш, ответь, а. У меня еще есть фишка. Я когда спорю с кем-то... Это... Кстати, у меня, когда я спорю, называют меня вовчащим дедом. Так вот. И я когда много спорю, очень много, я такое восстановлюсь поздным очень. Ну, я не понимаю, из-за чего это. То ли из-за того, что она облегает про разум, то ли из-за чего-то. Много, много, много... О, спасибо большое! Ты как мило умиляешься с этого парня, отдаваясь я на его вытащу на стеннице. Да, шутки шутки, а как с тобой возможно лично связаться? А со мной можно связаться в группе ВКонтакте. Ссылочка на группу ВКонтакте есть в описании. Спасибочке большое за донат. Спасибо. Спасибочке большое. Ой, ВКонтакте, в группе ВКонтакте. Ой, я думаю... Не, извини, конечно, просто как будто остановился, я ехал на полной скорости. Я говорю, ты уже ездишь, но нет, к сожалению. Ну, извини, пожалуйста, я не специально, не случайно. Просто, понимаешь, не хотела удовольствоваться в тебя со всего маха, как лезь от Батиного. Лиза, можешь какую-то историю рассказать? Пожалуйста. Может, анекдот? Какой? Какую-нибудь, пожалуйста. Вообще, офигенно, лобби в друг друга вырезаются. Полицейские... Короче, приходят на соревнования француз. Немец и русский. Прыжают первые... Ну, по задержанию под воду. Прыжают первые французы. Пять минут вылазят. Говорит судья. Что вам помогло в этом успехе? Йока. Прыжает немец. Тоже выбирается... Спрашивает у него судья. Говорит. Что вам помогло в успехе? Говорит. Йока. Прыжает русский. Пять, десять, пятнадцать, двадцать. На двадцать семь минутах выходит. Говорит судья. Что вам такому большому успеху помогло? Говорит. Закалялся я по девять часов в день. Ну, закалялся много. Ага. Я не знаю, анекдот понравился вам или нет. Только обидно, если честно, хочется еще покататься. А нет такой функции, если у тебя адреалин. Выше всех, и ты хочешь поиграть еще в конво. У тебя есть возможность поиграть? Ну, еще один заказ, и все, выйти. Ну, то есть, в виде такого плюсика. Смотри, сейчас вот мы груз довезем, и все выйдут, кроме модератора. Зайдут те, кто еще ни разу не катался. Потому что если они не успеют зайти, они будут сидеть в печали. Но если, например, никто новенький не зайдет, тогда я на стриме скажу, что можно заходить повторно. И тогда там уже кто успеет, и кто захочет, тот зайдет. Давайте решим вместе с чатом. Леша тоже напиши, еще на один заезд его оставляем сейчас или нет, Леонида. Потому что мне кажется, что все равно нужно небольшой перерыв. Он говорит, у него Евротрак не выдержал. Ну, давайте вместе с вами решим. Ау, я передо мной заспавнил, и я чуть в него не влетела. Только 5 километров в час, ну, опять же, вылетать запрещено по правилам. Кстати, угадайте, сколько моему брату лет? Я думаю, у тебя старший брат, мне кажется, ему лет 15. Ну, если хочешь, можешь сказать. Ты рад, что у тебя есть младший брат? Леш, напиши в чате, что думаешь. Он у меня младший брат, он родился в апреле. Зовут его Лука, такой маленький, миленький, прям, утепучий. Так, паркуемся. О, боже мой. Лиза, ты какими-то, то есть, какими парковками, Сама? Ну, какими парковками больше всего часто ты паркуешься? Задом чаще всего. Давайте вот сейчас, если повторно он успеет зайти, тогда значит судьба. Если нет, то значит в следующий раз уже повезет ему. Хорошо? Чтобы было по-честному, вот успеет он повторно зайти. Бля, я чуть-чуть в афиге. Тогда ладно. Ты со мной фотографию хочешь сделать, грузовики сфоткать? Если ты наконец-то ко мне в Москву приедешь, то конечно хочу. Я буду фанат. Я спрашиваю, вот этот, который сейчас будет, это будет уже в потене, да? А? Ну, да, да. В общем, я имела в виду в игре. А, ну конечно, давай сделаем сейчас. Я подъеду к тебе, а вот сделаем такой красивый кадр. Все, а я лечу в Москву. Блин, так я хочу еще поиграть, прям хочется. А нельзя сделать эксклюзивное предложение, кстати? Подписываться с колокольчиком, двух каналов. Просто нужно, чтобы все было честно, понимая, что да, другие будут сидеть в печали, если они не успеют зайти. Денис, да, да, да. Можно тогда? Я такие слова скажу про тебя. Ты прекрасная женщина. Всего хорошего. Удачи. Всего хорошего в жизни. Блин, я, конечно, знаю, что я странна, будто у тебя сейчас день рождения. Всего хорошего. Хорошего вечера. Всего успехов в жизни. До свидания. Ну, в чате меня тогда назови тогда к меня, в чате, там, Афаняша, либо какое-нибудь такое имя. По поводу того, что я зайду, скорее всего, нет. Я так могу сказать. Спасибо тебе огромное, что я с тобой провел такое идеальное время за свою жизнь. Ты прекрасная женщина и всех. Надеюсь, что ты меня еще раз пригласишь. Всего тебе хорошего, успехов в жизни. Пока. Ой, спасибо. И тебе всего-всего самого-самого хорошего. Ты хороший мальчик. Самый-самый хороший. Ой, не могу. Не, ну я сейчас все равно пойду. Матрис, плоти. Потому что мне нечего делать. Всего хорошего, успехов. И хороших... Ребят, пока. Ой, лучше тебя, ребятенка, уже не найди. Спасибо за конвой. Конвой был в ЖК. Сорвозь, конечно, были странности у конвой, но до свидания.